Статистика аварий с начала года. Как можно проверить, участвовал ли автомобиль в ДТП, когда пройдет голосование по внесению изменений в Конституцию? Об этом и многом другом смотрите в блоке коротких новостей. В этом году итоговую аттестацию в Краснодарском крае пройдут 27 тысяч выпускников. В Славянском районе ЕГЭ будут сдавать 525 человек. В связи с пандемией экзамены по всей стране будут проводиться позднее обычного с 29 июня по 20 июля. ЕГЭ будут сдавать только те, кто планирует поступать в ВУЗы. Остальные выпускники получат аттестаты с итоговыми оценками по результатам учебного процесса. Аттестаты выдадут 15 июня. В Славянском районе организованы три пункта сдачи единого государственного экзамена. Это школы номер 1, 4 и 16. ЕГЭ пройдет в обычном формате, но с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. По итогам пяти месяцев 2020 года на территории Славянского района было зарегистрировано 55 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек погибло, 98 получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших 6 детей. Основными причинами аварии стали выезд на полосу встречного движения и нарушение очередности проезда перекрестка неравнозначных дорог. С участием водителей мототранспорта произошло 8 ДТП, в которых 1 человек погиб и 9 получили ранения. Будьте предельно внимательны на дорогах и соблюдайте правила. От этого зависит ваша жизнь и жизнь ваших близких. Уважаемые собственники транспортных средств! Госавтоинспекция Славянского района информирует, что проверку транспортного средства по идентификационному номеру ВИН, в том числе и на участие в дорожно-транспортном происшествии, можно осуществить на официальном интернет-сайте госавтоинспекции гибдд.рф, входящем в состав аппаратно-программного комплекса официальный интернет-сайт МВД России мвд.рф в разделе «Сервисы проверка автомобиля». С 8 по 15 июня Кубань присоединится к всероссийскому донорскому марафону, приуроченному ко Дню России и Всемирному Дню Донора Крови. В станциях переливания крови будут чествовать доноров, проводить мини-викторины с вручением призов и фотосессий. 15, 16 и 17 июня совместно с всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» будет проводиться донорская акция «Мы вместе». Все желающие могут присоединиться к акции и сдать кровь при строжайшем соблюдении санитарно-гигиенических мер. 1 июля будет объявлено выходным днём в связи с проведением общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. День голосования определен как выходной в соответствии с законом. Также, согласно указу президента России, 24 июня тоже объявлено выходным в стране из-за проведения юбилейного парада Победы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова